МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Не страшны нам теперь холода и обещанные заморозки в ближайшие выходные. Сегодня тепло начало распространяться по городу Чебоксары. В первую очередь нагреваются батареи в больницах, школах и детских садах. Но чиновники обещают, что к началу следующей недели тепло поступит уже практически в каждую квартиру. Дай воздух, чтобы трубы теплее были. Вот видите, шипит. Воздух выходит, а потом трубы становятся реальными. Вот так начался отопительный сезон в школах города. Пока не проверишь каждую батарею, теплее в классе не станет. В третьем лицее Чебоксар сотрудники проверили на сегодня половину третьего этажа. Чтобы выпустить воздух из батареи по всей школе, понадобится около недели. Вот тогда точно станет намного теплее. Вот и все. И так каждый конец. В детском саду «Солнышко» температура воздуха всегда комфортная. Все это благодаря модернизированной системе отопления и новому тепловому узлу. В подвале установлен специальный регулятор. Подобный автомат сам решает, какую температуру установить в помещении в зависимости от температуры на улице. У нас в саду стало тепло. Воздух греется. Температура в группах примерно 19-20 градусов. Детский сад к отопительному сезону подготовился. Вот окна все утепленные. И двери у нас на доводчиках, на домофонах. Поэтому в детском саду, я думаю, зимой деткам будет очень тепло и уютно. Эта районная котельная снабжает теплом весь северо-западный район. Котлы здесь полностью автоматизированы. Все функции выполняет умная техника. На экране компьютера хорошо видно, в какие дома сейчас поступает тепло. И какая температура в радиаторах. На сегодня тепло придет лишь в половину учреждений здравоохранения и образования. За один день дать тепло всем невозможно. Время подключения отопления зависит от готовности самих потребителей. И от оперативности работы персонала, который обслуживает внутридомовые тепловые сети. На сегодняшний день все объекты коммунальной инфраструктуры подготовлены в полном объеме к эксплуатации в зимний период. У нас в городе крупный поставщик тепловой энергии – это ТГК-5. Филиал Морел и Чуваши – это ТЭЦ-2. Отапливают примерно 45% потребителей. Второй – это крупный поставщик тепловой энергии ООО «Коммунальные технологии». У них в аренде находится 56 муниципальных котельных. На одной из них мы находимся, как раз в самой крупной районной котельной. И кроме этого еще у нас 9 ведомственных котельных от предприятий, которые отапливают незначительное количество жилых домов и объектов в социальной сфере. Почему невозможно одновременно подключить? Потому что подключение объектов производится поэтапно. Сначала подключаются одни. При подаче тепла сначала система сливается до осветления. То есть вся грязь, которая может находиться на объектах, она должна сливаться полностью. А потом уже на циркуляцию ставится. Уже к понедельнику в большинстве жилых домов столицы тоже станет теплее и комфортнее. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. А этому детскому саду пока нужно не тепло, а хорошие строители. Детский сад, госпиталь и снова детский сад. Еще одно учреждение для дошкольников появится скоро в Чебоксарах. Его откроют по Московскому проспекту, в бывшем здании госпиталя МВД, которое решили вернуть детям. После ввода в эксплуатацию больничного комплекса МВД необходимость в госпитале отпала. Напомним, изначально в этом здании находился детсад номер 189. После реконструкции садик смогут посещать более 100 малышей. Планируется, что ДОУ станет центром развития одаренных детей и выступит начальной ступенью проекта «Школа Сколково». Строительные работы пока не начались. Составлена только проектно-сметная документация. В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика. Это не единственный садик в городе, который возвращают детям. В декабре прошлого года судебные приставы освободили здание для малышей по улице Ильгера. Сейчас там проводится техническое обследование для дальнейшей реконструкции. В бывшем здании ДЮС США имени Соколова идет ремонт. Там тоже скоро поселятся малыши. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию учреждения дополнительного образования для детей ЮНИТЕКС по бульвару юности. Михаил Игнатьев принимает участие в работе 12-го международного инвестиционного форума «Сочи-2013». Запланировано участие главы республики в пленарном заседании «Экономическое развитие и качество жизни. Вызовы и перспективы». А также в ряде круглых столов и дискуссий. Также Михаил Игнатьев встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который планирует обсудить с главами субъектов вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов. В рамках форума предполагается подписание соглашений о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашия, группой Оргсинтез, ОАО «Российские сети» по вопросам реализации различных проектов. Нихао! Так сегодня приветствовали гостей в городской администрации. В столицу Чувашии приехала делегация из китайской провинции Гойчжоу. В солнечной Чувашии щуриться от солнца китайским гостям не пришлось. Сейчас в Чебоксарах по меркам юго-запада Китая практически зима. «Сегодня осеннюю погоду вас встретила. Я думаю, что с вашим приездом погода улучшится». Потепление от визиту ждут не только в плане погоды, но и в отношениях между нашим регионом и провинцией Гойчжоу. «Теперь я хотела бы сказать несколько слов о нашей провинции. Наша провинция находится на юго-западе, в Китае. Его расследование почти 40 миллионов. Мы хотим с вами развиваться отношения, дружественные отношения по сферу экономии, культуры, науки и так далее». Кстати, слова про развитие отношений иностранные гости подкрепили вполне конкретными намерениями. К примеру, желанием сотрудничать в сфере торговли. «Мы готовы вместе с вами работать в области водки, как, например, научные исследования и так далее». «Наши продукты мы хотим продавать за границей». На этом моменте представители Чебоксарского правительства оживились, но затем отметили, что это далеко не главная тема визита. И вообще в Чебоксарах и свое производство неплохо налажено. «Я думаю, что этот важный вопрос. У нас свой лекаро-водочный завод достаточно хороший, он нас обеспечивает. Много у нас других вопросов. Вопросов электроэнергетики, вопросов тяжелой промышленности, машиностроения. Вот эти вопросы, конечно, нужно рассматривать». Интересовались гости не только производствами и специалистами, но и теми, кому специалистами еще только предстоит стать. Тесное взаимодействие между университетами – еще одна важная тема визита. Вполне вероятно, что в нашем городе может появиться филиал одного из крупнейших вузов Китая. «Создание филиала в Чебоксарах реально это, потому что обмен студентами, обмен информацией, которая есть в Кентай, именно в этой провинции. Тем более, что мы знаем, что Китай последние годы, последние 10 лет интенсивно развивается. Экономика по нарастающей идет. Новые производства, новые технологии именно идут с Китая». В достижениях далекой китайской провинции представители Чебоксарского правительства смогут убедиться сами. Они получили приглашение побывать в провинции Гуйчжоу. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Сегодня он отправился в космос, а через три месяца прибудет в столицу Чувашии. 7 октября в Москве стартует эстафета Олимпийского огня. Он преодолеет более 60 тысяч километров по суше, воздуху и воде. По городам и селам огонь пронесут самые достойные. Сейчас в каждом регионе формируют команды факелоносцев. С чебоксарцами, которые уже прошли отбор, познакомились здесь наши журналисты. Их лица знакомы всем жителям республики. Майор МЧС, эстрадная певица, заслуженный тренер и мастер спорта России по бадминтону, инвалид-колясочник. Именно им выпала честь пронести олимпийский огонь по улицам Чебоксар. Первых факелоносцев выбирали из тысячи кандидатов. Балетмейстер народного ансамбля Ирина Музыкантова признается, что для нее это предложение стало довольно неожиданным. Но и раздумывать она не стала. Я не боюсь, это наоборот для меня такая честь. Я как узнала об этом, мне сразу стало очень приятно, что выбрали именно меня. Считаю, что это большая ответственность и большая честь для меня. Готовьтесь как-то к этому, не знаю. Ну, как можно готовиться? Ну, только морально, наверное. Тренировки у меня, каждый день тренировки, по сути. Так-то, если сказать, я профессиональный танцор. Я танцую каждый день и думаю, что я выдержу эту нагрузку. В отличие от эстафеты огня универсиады, олимпийский факел побывает во всех районах Чувашской столицы. Протяженность трассы составит 30 километров. Эту дистанцию скрасят творческие коллективы. На всем пути в честь факелоносцев будет звучать музыка. На финише зажжется олимпийская чаша. И она навсегда останется в Чебоксарах. Число факелоносцев также больше намного. Это 160 факелоносцев у нас запланировано. Каждый пробежит дистанцию около 200 метров по всему городу. Есть свои критерии отбора этого маршрута. Оно нами предлагается, утверждается оргкомитетом Сочи 2014. Огонь Олимпиады прибудет в Чувашию в конце декабря. До этого времени команду факелоносцев сформируют полностью. На одну дистанцию вместе с артистами и спортсменами станут врачи, педагоги и даже студенты. Правда, имена многих участников эстафеты пока держат в секрете. Из 160 участников эстафеты пока известны имена лишь 32. Они прошли отбор в оргкомитете. Остальных выберут партнера и спонсора мероприятия. Но уже точно известно, что это будут достойные люди. Митриковалев, Евгений Анисимов. Республика. В Чувашии началась подготовка автомобильных дорог к зиме. На данный момент приобретено почти 58 тысяч тонн песко-соляной смеси. 60,5% от потребности. Готовят специалисты к работе зимой и технику. Снегоочистители, грейдеры, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, тракторы. Все это позволит обеспечить безопасность движения транспорта в зимний период. Всего в Чувашии более полутора тысяч километров дорог. Мохнатый бармаглот и мечтательный звездочет. Самые необычные и волшебные персонажи на днях приехали в Чебоксары из Казани. И поселились в художественном музее. Мои коллеги Галина Титарчук и Николай Яковлев познакомились с ним лично. На первый взгляд эта белая медведица кажется обыкновенной. Но когда приглядываешься внимательнее, понимаешь, это елка. Надев на себя гирлянды и украшения, она превратилась в новогоднее дерево. Чем очень порадовала своих малышей. А вот этот бармаглот только на первый взгляд кажется страшным. На самом деле он очень любит детей. И если погладить его по спинке, настроение сразу поднимается. А когда обойдешь всю выставку, начинаешь верить, что куклы вот-вот и живут и заговорят с тобой. Ведь в каждую фигурку кукольники вложили свою душу. В 2007 году восемь казанских мастеров объединились и стали совместно путешествовать со своими работами. Сегодня их любят и знают во многих поволжских городах. Отзывы зрителей, как в Казани, так и в Ишкаролит, и в Казмодемьянске. Люди очень хорошо принимают, окунаются в свое детство, в воспоминания, глядя на наши работы. Для детей это больше открытие. Они видят какие-то работы, удивляются. А взрослые, наоборот, у них ностальгические какие-то ощущения очень часто возникают. Сами организаторы называют свою выставку волшебной лавкой или магазинчиком, где каждый может бесплатно получить солидную порцию чудес. В волшебной лавке можно не только полюбоваться на кукол, но и, например, покататься вот на этом белом коте. Или присесть на волшебную лавку и загадать желание. Правда, по прилагающейся к лавке инструкции, желание можно загадывать всего одно, но самое заветное. Организаторы напоминают, что познакомиться и поиграть с шерстяными игрушками, и полюбоваться на необычные картины казанских мастеров можно будет в течение всего октября. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах прошла акция «Тропа здоровья». О том, кто в ней участвовал, смотрите в следующем репортаже. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Вместо того, чтобы свернуть на кривую дорожку, они пошли по «Тропе здоровья». Акция под таким названием 25 сентября прошла в Чебоксарах. Студентов, школьников, работников предприятий и даже пенсионеров поставили на здоровый путь сотрудники городской стоматологической поликлиники. Ее руководитель, депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Викторов считает, что медики в первую очередь должны показывать пример здорового образа жизни. Я очень рад, что в нашей республике, под эгидой нашего министра, здравоохранение Чебоксарской республики Аллы Владимировны Самойловой зародилось в этом году новое мероприятие «Тропа здоровья». И, конечно, нам, врачам, надо показывать пример нашему населению, «Тропу, кстати, выбрали совсем не короткую. Участникам предстояло обойти залив. Но перед тем, как отправиться в путь, участники хорошенько размялись. Заряда энергии хватило, чтобы дойти до конца, несмотря на мокрое препятствие. Но на финише участников ждало не только моральное удовлетворение и учащенный пульс, но и розыгрыш призов. Другими словами, участникам акции удалось совместить приятное с полезным. Они доказали – вместе весело шагать не только по просторам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова